Друзья, привет! Вы так интересовались, что же происходит с мародёром в 2.3, что я записываю в видео. Вот, пожалуйста, смотрите сами. Сразу скажу, что через холд с ледяным сердцем играть невозможно, абсолютно одно. Мы будем играть через огонь. Это, в общем-то, классический мародёр, только приукрашенный новыми предметами и кубом каная. Мы собираем мародёра, берём пепельный мудир для того, чтобы усилить огонь и сократить потребление ресурсов, берём оплот воли, проклятие пленённых, зеев камень возмездия и тхыгык. Немножечко облегчают ситуацию со стойкостью обмотки ясности, хотя стойкость по-прежнему нулевая. Мы стекло-стекло. В качестве пояс кладовской час, я думаю, здесь гораздо лучше, чем кнев охотника заходит, потому что будет довольно медленно уходить ненависть. Мы в большинстве случаев будем успевать её восстанавливать и без основных умений. В руки изогнутый лукьяна без вариантов, ну, по крайней мере, по крайней мере, я вариантов никаких не вижу. Залп позволяет с этим луком наносить максимальный урон, очень хорошее покрытие и по толпе, и по одиночной цели. Рюкзак бомбардира в качестве одного колчана и наследие мертвеца в качестве второго. В любой комбинации можем ставить что-то на себя, что-то в куб канай. Да, колчаны — это оружие. Здесь любой оффхенд в кубе канай — это оружие. И что, какой-нибудь амулет, глаз от лихо, здорово поднимает выживаемость, но, опять же, выживаемость нулевая. Нельзя на неё рассчитывать. К сожалению, кольцо крыльевской роскоши, потому что иначе мы всё это на себя воткнуть не сможем. И низложение гордыни, ещё 30% РКР, 30% сокращение затраты ресурсов. Поскольку мы в любом случае должны избегать урона, потому что урон нас ваншотит почти сразу же. Мы стеклянные, стеклянные. Низложение гордыни фактически никаких ограничений на нас не накладывает. Мы как с этим шлемом должны всячески урона избегать, так и без него. И вот, собственно, так выглядит этот билд. Идея проста. Мы турели раскладываем в максимальном количестве. Ну, вы знаете прекрасно эту механику по предыдущим патчам, должны её помнить. И заставляем турели и сами им вторим через огненный залп. Заставляем турели огненный залп выпрыскивать на врагов и сами делаем то же самое. Турели повторяют вслед за нами. Почему на огонь? Потому что самый большой дамаг. Я бы хотел через холд играть, хотел бы всякие эксперименты поставить. Но любые эксперименты приводят нас к мизерному дамагу. А огонь, залп через арсенал позволяет довольно неплохо дамажить противников. Всё равно слабо. Всё равно мы проигрываем Наталье и Пороку. Кому вообще можно этот вариант развития для ДХ рекомендовать? Только тем, кто очень любит мародёры. Только тем, кто хочет поностальгировать. Кому вообще вот прям хлебом не корми, да, и через мародёры с турельками поиграть. Во всех остальных случаях я бы рекомендовал играть через Порока или Наталью. Так вот, что по скиллам. Отход под прикрытием с вниманием. Это способ экстренно накопить ненависть, если она всё-таки закончилась. По идее, заканчиваться обычно не должна. Но только если бой слишком затягивается. Ну и для того, чтобы запускать оплот воли и обмотки ясности. Залп через арсенал. Это наш главный дамаг. Выстреливает снарядами, которые апуются баллистикой. Позволяет наносить здоровский урон. Собственно, единственная нормальная дамажащая руна у арсенала. А используем мы именно залп, потому что здесь появляется прекрасный лук Яна в 2.3. В 2.2 его ещё не было. Скоро он появится. Так что этот предмет определяет наш с вами скилл билд. Этот лук диктует нам, какое умение использовать. Турели с огненной руной. Понятно, они нам необходимы для функционирования мародёра. Кульбит с огнём. Огонь, потому что при наличии пепельного мудира. Это руна. Руна, при наличии пепельного мудира, огонь позволяет экономить трату концентрации лучше, чем сальто-мортали. Естественно, если бы не было пепельного мудира, мы бы через сальто-мортали играли в кульбит. На изготовку с наказанием для пополнения ненависти. Концентрация нам больше не нужна для дамага. Это уже не порог. Мы здесь от концентрации свободны. И питомец, любая руна. Напоминаю, что мародёр включает все руны в питомцы по умолчанию. Это работа механизмов в качестве главной основополагающей пассивки. Мы максимизируем таким образом количество турелей, которые можем одновременно призвать. Твёрдая рука плюс 20% к урону, если прям рядышком совсем никого нет. Баллистика плюс 100% к урону от снарядов. А вот эти вот фиговины, разлетающиеся вокруг нас при кастовании залпа, это снаряды. И турели, соответственно, будут такие же хреновины разбрасывать. Короче, снарядов будет вокруг полно, поэтому баллистика. И бдительность это воскрешалка. Всё, друзья, отправляемся в нефалимский портал. И смотрим, как этот билд справляется с монстрами. Ничего особенного, довольно слабо справляется. Но если очень тянет на мародёра, то как вариант. Друзья, должен сказать, что мало что, с моей точки зрения, может заставить нормального такого обычного игрока в Diablo 3 отказаться от порока или Наталии в пользу мародёра, потому что всё-таки комплект отстающий. И, наверное, как и все отстающие комплекты, рано или поздно он будет апнут в следующем патче, там, в 2.4, 2.5 или в следующем аддоне, я не знаю. Для всех это секрет, в том числе и для Близзардов. Но на сегодняшний день он только для любителей. Для тех, кто ностальгирует по мародёру, или для тех, кто закончил играть в Diablo 3 в 2.1 и возвращается в 2.3, и кроме мародёра ничего нафармленного не имеет. Во всех нормальных случаях я бы за этот комплект браться не советовал. Но поскольку вы очень хотели его увидеть, вот, пожалуйста, он перед вами. Оценивайте, думайте, и если хотите, собирайте этот фановый билд, эту фановую сборку, и получайте свою порцию сомнительного удовольствия. Такого извращенного диабловского удовольствия от игры через нетоповый комплект. Я могу это понять. Всё, друзья, всего хорошего. Большое спасибо, что посмотрели, и спасибо, что поддерживаете этот канал. Всего доброго, удачного фарма. Друзья, спасибо, что посмотрели. Будет ещё много интересного, так что не переключайтесь. И если вам нравится этот канал, вы всегда можете поддержать его своими лайками, комментариями или материально. Счастливо, удачной игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!